Действительно, во всех населенных пунктах, захваченных россиянами или освобожденных от них, критическая ситуация с продуктами и товарами первой необходимости. Война объединила и простых украинцев, готовых отдавать свои запасы в те регионы, где критическая ситуация с продовольствием, и международные благотворительные фонды, которые постоянно отправляют в Украину жизненно важные грузы. Одна из организаций, которая помогает украинцам с первых дней – гуманитарный штаб «Спасаем жизни» – «Saving Lives». Это совместный проект «Метинвест» и «ДТЭК» в координации с фондом Рината Ахметова. Руководитель гуманитарного проекта «Спасаем жизни» Александр Вишняков с нами на связи прямо сейчас. Александр, здравствуйте. Здравствуйте. В первую очередь хотим поблагодарить за работу, за те усилия, которые сложно каким-то образом оценить и посчитать. Хотя наверняка посчитать можно, количеством отправленных грузов, количество спасенных жизней. Наверное, посчитать сложно, но я думаю, каждый из них готов вас благодарить. Я от их лица, наверное, это сделаю в эфире. А вопросы у меня такого характера. Какая главная цель работы гуманитарного проекта? В первую очередь нужно, как уже правильно сказали, подчеркнем, что это совместный проект компании «Метинвест» и «ДТЭК» в координации с фондом Рината Ахметова. И его главная задача на сегодняшний день – это помочь Украине, помочь жителям, которые оказались в тех населенных пунктах, где сегодня происходят военные действия, которые не смогли выехать, у которых критическая ситуация со средствами первой необходимости. Вот для них, для этой цели, сегодня работает вся группа СМ для того, чтобы помочь выжить. Это цель, которую поставил акционер Ринат Леонидович Ахметов. Наш гуманитарный проект создан именно для этого. И в рамках этого проекта мы закупаем, доставляем, формируем ту помощь, которая сегодня необходима для всех, кто нуждался в поддержке еще до войны – это социально незащищенные категории, это матери-одиночки, это многодетные семьи, это опекуны, это инвалиды, это те люди, как я уже сказал, которые по разным причинам не смогли выехать со своей территории. Скажите, пожалуйста, какие направления деятельности, какие основные направления деятельности можно выделить? Основное направление деятельности для нас – это сейчас продуктовая помощь и средства первой необходимости в виде гигиенических средств. Это то, что закупается сейчас, это то, что было создано с первых дней войны в Польше на базе Митинвест Польска. Был создан гуманитарный хаб, который включал, получал помощь, которая формировалась и отправлялась далее в Украину. Сейчас мы уже открыли второй такой центр. И в этот центр стекается помощь не только продукты, закупленные за группы компаний СЕМ, но это и помощь, которую предоставляют наши клиенты, наши партнеры, которую мы закупаем за те средства, которые перечисляют те, кто хочет сегодня помочь жителям Украины. Скажите, пожалуйста, насколько быстро вы смогли организовать помощь первые дни войны? У нас в задачах спасения жизни, эта задача у нас с 2014 года. В ее основе лежит опыт и опыт работы в целом фонда Рината Ахметова, который за 16 лет своей деятельности помог спасти более 8 миллионов человек, из которых 3,5 миллиона были спасены на Донбассе. Поэтому мы понимали, что мы делаем. Мы понимали, какие контракты нам необходимо заключать, какой вид продукции. Потому что сегодня в наш набор входят те продукты, которые рекомендованы калорийными стандартами Семерной Организации Здравоохранения. Он сбалансирован с точки зрения жиров, белков и львов, которые необходимы человеку для его жизнедеятельности. Мы понимали, что мы делаем. Мы знаем, какие нас ожидают следующие. К сожалению, потребность не падает. Вот сохраняется та тенденция о необходимости поддержания той потребности, которая сегодня уже сформирована. И по состоянию на сейчас закуплено уже 2,5 тысячи тонн продуктов. Для понимания, это состав из 100 вагонов. Александр, расскажите, а вот как вы доставляете продукты из Европы? Насколько долгий этот путь? В первую очередь, есть два рынка. Есть рынок внутренний, есть рынок европейский. Европейский хаб собирает все, что приходит на нас из Румынии, со всех стран Евросоюза, со стран Балтии. Даже присоединяются уже американские партнеры. Все, что покупаем внутри, у нас есть контракты, которые позволяют часть продуктов закупить внутри рынка Украины. И получается некий баланс, поскольку сам европейский рынок на сегодняшний день тоже введен в некий мораторий, к примеру, на подсолнечное масло, которое мы не можем купить в Европе, поэтому мы его закупаем в Украине. На сегодняшний день уже доставлено на наши распределительные центры 100 тысяч наборов. Еще 140 тысяч наборов находятся в пути на разных участках. На хабах, на аккумулированных, находятся железнодорожные перевозки. Это сейчас наш основной канал. Да, действительно, там есть сейчас сложности, поскольку Украина осталась без морской логистики. Нагрузка вся перешла на железнодорожную логистику. Но мы видим поддержку сейчас на всех уровнях в Польше, на государственном уровне, на взаимодействии. Для нас это означает, что долгое планирование, в котором мы находились. Но на сегодняшний день можно выделить то, что наши распределительные центры, которые находятся в Украине, для нас металл это же про будущее, да, это строят мосты, дома, это все строили из металла. Но сейчас на базе наших металлургических предприятий металлурги нашли силы комплектовать, собирать, формировать эти наборы. Поэтому сегодня металлургические заводы, это не только экономика Украины, это еще и основные гуманитарные хабы в многотысячных городах Украины. Скажите, а как вы определяете, куда направить продукты в первую очередь? Мы находимся в координации с военными администрациями в городах. Они определяют уровень запроса, они формируют, куда необходимо доставить в первую очередь. И в этом подходе у нас жители Авдеевки и Покровска уже получили помощь. Порядка 19 тысяч наборов уже выдано, поскольку эти города находятся в обстрелах. Поскольку города прекращают доставлять продукты для того, чтобы они были на полках магазина. Ряд таких факторов из-за ситуации, которую отвечает военная администрация, с которой мы находимся на связи, нам формируют подход, когда мы обеспечиваем наборами местных жителей, мирных жителей наших. Скажите, пожалуйста, а какие города уже получили помощь гуманитарного проекта «Спасаем жизни»? Авдеевка, жители Авдеевки и жители Покровска уже получили и продолжают получать эту помощь. А скажите, а вот как получается вашим волонтерам, как им удается попасть даже в крайне опасные места? Мы знаем, такие как Мангуш возле Мариуполя. Знаете, отважность волонтеров, она, наверное, всегда будет большим, не секретом, наверное, а большой человеческой позицию. И в 2014 году мы это проходили. Мы видим, что это основная сила, на которую мы можем сейчас рассчитывать. Наши предприятия и волонтеры. И пока у нас здесь нет сбоев, и мы двигаемся к тем задачам, которые перед нами поставили. Александр, спасибо вам большое за вашу работу и за то, что вы присоединились к нашему эфиру. Александр Вишняков был с нами на связи, руководитель гуманитарного проекта «Спасаем жизни». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова